Как весь и поспеховый бизнес будут учить в райцентрах? Четыре города Могилевской области. Это крыльча, учаусы, Мстислав и Горки, обраны пилотными для проекта, который реализует программу развития Организации Объединенных Наций в Беларуси, а финансует Российский БОК. В этих райцентрах створят бизнес-инкубаторы, эти учебные центры для предпринимателей. Головная мета – повысить занятость и самозанятость насильства в маленьких и средних городах Беларуси. На реализацию проекта Российский БОК выдатковал 1 миллион долларов. У первую чергу программа накеревана на починающих предпринимателей. Как сделать свой бизнес больше прибыльным, например, про интернет, вядомые спикеры бесплатно рассказали всем теканам в Могилеве. Один из слушателей – студент БРУ Микита. У его планах распочать бизнес в одной из самых популярных сфер – IT. Я приобрел некоторое понимание, взгляд какой-то на предпринимательскую деятельность. Они взяли все и подытожили, что я сам видел, что-то слышал, где-то на работе я тоже работал, видел, как это организовывалось, но не понимал, почему это все так делалось. А тут прям все объяснили по полочкам, растолковали, что, как, где, зачем. Беларусь в последние несколько лет все больше и больше становится IT-странной. И очень много молодежи стремится в IT-сферу. И, наверное, больше всего таких бизнесов связаны с IT-сферой, либо, как говорится, около IT-сферы. Особенно этому способствовал указ президента, который принят был в декабре прошлого года, у расширения сферы деятельности парка высоких технологий. То есть это и блокчейн, и различные технологии финтех. Эксперты отзначают, молодь жадая реализовывать себя в бизнесе, а лепого для практики 95% стартапов уперших в год перестают тесновать. Спикеры рассказывают, сяких помылок можно позбегнуть, и каждый знаходит, что стекорыстное для себя. Я как предприниматель хочу компанию, в которой работает, например, 100 человек. Ну, такая хорошая цель. С оборотом в миллион долларов. У Витебской и Могилевской областях обрали шесть пилотных городов, где бизнесу будут вычить. Четыре из них оказались на Могилеушине. В городах Чауса и Кричеве мы создаем учебные классы для предпринимателей. То есть это площадки, куда смогут приходить люди, чтобы получить новые знания. Либо предприниматели, либо те, кто хочет начать свое дело. Там будут регулярно проводиться консультации, обучающие мероприятия. И в городе Горки, и в городе Мстиславль в рамках нашего проекта создаются новые центры поддержки предпринимательства. Проект дейничает три года, и после его завершения эксперты проанализуют выники и дадут рекомендации, как удосконалить систему поддержки предпринимательства в маленьких городах. Дарья Семянько, Кристина Коранкевич, Миколай Соболев, Новины региона.